Финальный аккорд в Ноябрьске подошел к концу традиционный футбольный турнир «Двор без наркотиков». Напомним, в этом году участие в нем приняли 32 команды. Это рекордный показатель. Матчи прошли сразу на трех площадках – мини-стадионе «Газпромнефть», а также на многофункциональных кортах возле 6-й и 3-й школ. Все они были построены при спонсорской поддержке организатора турнира компании «Газпромнефть». Чтобы наши дети, в первую очередь дети, занимались спортом, вели здоровый образ жизни, чтобы они не шарахались, не болтались во дворах, а действительно занимались спортом, становились более сильными, мужественными. Ну и, соответственно, это наше будущее, это будущее нашей компании. «Двор без наркотиков» – это, конечно, не лига чемпионов УЕФА, но и здесь без борьбы сдаваться никто и не думал. Иначе говоря, проходных матчей на этом турнире не было. Каждый футболист бросался в борьбу без оглядки, выкладывался на полную катушку. Все ради заветной цели – участия в финальных играх. Самый динамичный, яркий, просто феерический футбол подарили зрителям команды из самой старшей возрастной группы – 96-98 годов рождения. Это была последняя заключительная игра турнира, и те, кто ее дождался, испытали невероятные ощущения. Футбол держал всех в напряжении уже с первой минуты встречи. В борьбе сошлись вторая и тринадцатая школы. С первых же минут тринадцатая дала понять – уступать они не намерены. Игроки сборной этой школы буквально вцепились в мяч. Результат не заставил себя долго ждать. К перерыву на табло горели неутешительные для второй школы цифры – 3-0 в пользу соперника. Во время паузы среди болельщиков провели лотерею. Шарфы с символикой «Зенита», мячи с автографами футболистов питерского клуба и главный приз – айпад последнего поколения. В общем, те, кто просто пришел насладиться игрой, не остались в накладе. Самой удачливой оказалась вот эта девушка. И возвращаясь к футболу, во втором тайме заключительного матча страсти накалились до предела. Школа номер два была готова на все, лишь бы отыграть голевой дефицит. Но, увы, все, на что хватило футболистов – один гол. Тринадцатая же и не думала сбавлять обороты. И на пропущенный гол ответила еще триплетом. Итого 6-1. Команда наша титулованная. Призов мы уже много первое место завоевали. Им не первый раз выигрывать. Ну, настрой какой был? Только сражаться на первое место. Потому что для нас, для нашей школы, второе место – это поражение. Ну, первый матч нам не удался. Мы первую игру проиграли с отчетом 4-0. И думали, что у нас турнир не удастся. Но мы не сдались. Мы тренировались, смотрели свои ошибки. Все участники турнира, вне зависимости от занятого места, получили от организатора соревнований заслуженные призы и памятные подарки. Особо отличившиеся были отмечены отдельно. Лучшие вратари, защитники и игроки атаки получили соответствующие награды. В направлении развития спорта, развития спортивной инфраструктуры компания «Газпромнет» уделяет большое внимание. Считаю, что это необходимо. Видите, результат участия ребятишек в этих мероприятиях как раз показывает, в правильном направлении движемся или нет. Детям есть чем заниматься. Мы можем быть спокойны в том, что в принципе в ноябрьске растет здоровое не только физически, но и духовно поколение. Насколько мне известно, взрослые тоже хотят играть в футбол, в турнир и участвовать уже чуть ли не в следующем году. Я думаю, что эту тему мы тоже рассмотрим совместно с компанией «Газпромнет» при совместном таком участии. И уже в следующем году на этом поле соберутся не только дети, но и взрослые команды. Двор без наркотиков вырос, пожалуй, в один из самых значимых детских турниров в ноябрьске. Привлекательный, демократичный и самый массовый. И главное, у нынешних мальчишек и девчонок кумирами вновь становятся сильные духом, здоровые и уверенные в себе спортсмены, на которых они стараются равняться.